Всем привет ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Рынок криптовалют только что потерял почти 200 миллиардов долларов капитализации, а вся криптовалюта начала терять от минус 5 до минус 15 процентов стоимости за последние 2 часа. Что же происходит? Буквально несколько часов назад все крипто сообщество всколыхнуло очень громкая новость, на которую курс лайткоина сразу же отреагировал вот этой огромной свечой вверх. Что же стало причиной? Такие крупные информационные агентства, как Reuters, у которого почти 24 миллиона подписчиков в Твиттере, начали публиковать новости, что крупнейшая сеть розничной и оптовой торговли с оборотом более 116 миллиардов долларов, Walmart, начинает принимать платежи в лайткоине. Мы уже очень давно ждем того, чтобы Walmart начал принимать платежи в криптовалюте, и они сами давали нам повод об этом думать, ведь все мы помним, что Walmart ищут специалистов по криптовалюте, и, наверное, это не может быть совпадением. Тем не менее, эту новость о принятии Walmart Litecoin подхватили абсолютно все. Например, Сэм Ро, создатель Axios.com, пишет, Генеральный директор Walmart сообщил, что с 1 декабря все магазины, связанные с электронной коммерцией, будут внедрять новую платежку с интегрированным Litecoin. Таким образом, клиенты Walmart смогут оплачивать свои товары Litecoin. И даже сам Litecoin у себя в Твиттере опубликовал следующее. Walmart объявил большое партнерство с Litecoin. Чарли Ли, создатель Litecoin, написал, Сверхнизкие комиссии Litecoin и быстрое время транзакций идеально подходят для ведущего магазина электронной коммерции. Мы чрезвычайно рады тому, что наша криптовалюта теперь поддерживается Walmart, открывая больше возможностей. Возможностей для любых продавцов принимать Litecoin в будущем. Именно на эти новости Litecoin отреагировал вот этим пампом. Правда, впоследствии Litecoin почему-то удалил этот пост. Теперь, когда мы переходим по адресу этого поста, то увидим следующую надпись, что этой страницы не существует. Давай изучим вот этот пресс-релиз, который якобы опубликовал Walmart. В нем написано, что Litecoin будет приниматься в качестве платежного средства с октября 2021. А также здесь мы можем найти цитату генерального директора Walmart, Дуга Макмиллана. Он якобы заявил следующее. Мы готовы сделать покупки в интернете легкими для наших клиентов. Как ведущий магазин электронной коммерции, мы стремимся вносить инновации в процесс покупок в интернете. Интегрируя Litecoin, мы позволим покупателям очень легко оформить заказ с почти мгновенным подтверждением транзакции практически нулевой комиссии, независимо от того, в какой точке мира они будут находиться. Мы очень рады работать вместе с Litecoin Foundation и продолжать внедрять инновации в наш бизнес. С 1 октября во всех магазинах электронной коммерции будет реализована опция оплата с помощью Litecoin. Если мы пролистаем вниз, то увидим, кто именно распространяет этот пресс-релиз. Мы видим, что этот домен называется walmartcorp.com. Интересно, когда он был создан? Мы видим, что этот сайт был создан 13 сентября, буквально за полтора часа до начала этого пампа. Кроме этого, этот сайт никак не связан с официальными ресурсами Walmart. А на самом сайте Walmart вообще нет ни одного упоминания Litecoin. Ни одного упоминания, ни одной статьи, ни одного слова. Очень странная ситуация. Схема очень сильно похожа на PumpyDump. Сайт, с которого рассылали якобы валтморский пресс-релиз, был создан за несколько часов до начала пампа. Litecoin в официальном твиттере опубликовал пост о партнерстве с Walmart и тем самым спровоцировал этот безумный скоростной памп монеты. А затем Litecoin взял и удалил этот пост, вызвав такое же безумное падение, которое отразилось на всем рынке. Даже биткоин упал. Альткоины посыпались на 10-15%. У меня одного складывается впечатление, что Litecoin и Чарли Ли, его создатель, самостоятельно провели эту манипуляцию с курсом Litecoin. Кажется, что Litecoin Foundation и скинул свои монетки после вот этого пампа до этого дампа. Организовав всю эту историю с принятием Litecoin в Walmart, а затем они удалили все эти публикации, все посты в твиттере об этом. Да провернули это все так правдоподобно, что даже такие крупные медиа, как Reuters, до сих пор не удалили эту новость со своих страниц. Если вдруг будут какие-то претензии, в Litecoin всегда могут придумать отмазку, например, страница в твиттере была взломана, попала не в хорошие руки и кто-то, но не они, опубликовал вот этот пост от их имени в твиттере. Ну или что-то подобное. Но что еще эта история нам рассказывает? То, что когда Walmart действительно по-настоящему начнет принимать криптовалюту, будь то Bitcoin, Ethereum, Cardano и любая другая криптовалюта, она взорвется массивно и быстро, буквально несколькими жирными свечами. Учитывая то, что Walmart уже давно находится в поисках специалистов по криптовалюте и блокчейну, принятие какой-либо криптовалюты в их электронной коммерческой деятельности не вопрос «если», а вопрос «когда». Поэтому ждем настоящего анонса, настоящего пресс-релиза и настоящего принятия криптовалюты Walmart. На самом деле очень интересная ситуация с манипуляцией на Litecoin, к которой может быть причастен сам Litecoin. Это, конечно же, тоже неподтвержденная информация, но очень уж странно, что они публиковали твит до этого пампа и потом уже перед этим дампом взяли и удалили его. Нехорошие мысли возникают, не так ли? Меня зовут Богатейщий Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok